Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа прямой эфир на ТНТ Поиск. Как обычно, по четвергам мы с вами говорим на интересные, актуальные, временные темы. И вот сегодня мы поговорим о рисках, которые несет летний период. Ведь необычно ранняя весна разбудила раньше времени клещей, а собаководы рассказывают о том, что чуть ли не с каждой прогулки приходится снимать кровососов с их питомцев. Врачи готовятся к наплыву дачников и любителей шашлыков. Вот если вы собираетесь провести время на открытом воздухе, на природе или собираетесь в отпуск на дачу, в деревню, наша программа именно для вас. Сегодня на эти темы мы будем говорить с нашими гостями, они будут делиться полезными советами и передовыми знаниями. Сегодня с нами Елена Алексеевна Ченкова, врач-эпидемиолог Клинской городской больницы. Здравствуйте. Максим Игоревич Пожарский, врач-травматолог-ортопед Клинской городской больницы. Вас приветствую. И Анатолий Михайлович Трифонов, начальник Клинской станции по борьбе с болезнями животных. Итак, сегодня мы еще и поговорим и о летних травмах, и о поведении на воде. Так что, уважаемые телезрители, готовьте вопросы. Елена Алексеевна, первый вопрос к вам по поводу клещей. Действительно, их больше в этом году, чем обычно. Что говорит статистика? Ну, люди говорят, что действительно много и про животных. Тоже говорят, что очень много приносят клещи животные. Но статистика у нас пока такая, что обращаемость людей с укусами клещей примерно такая же, как и в прошлом году, в 2015 году. Примерно так же. Но зима действительно была теплая. И, конечно, это условие для хорошей зимовки клещей, потому что они зимуют, очень хорошо зимуют. И уже первые солнечные лучи, когда появляются первые травинки, уже клещи могут выползать и активно вести свой образ жизни. Вот как мы определяем начало сезона? Вот тепло, трава появляется, какие-то еще есть приемки? Уже тепло, да, первая травка. Ну, вот все, в общем-то, да. Для них этого достаточно. Для них важно тепло и влага. Вот это очень хороший микроклимат для клещей. Если говорить о пиках их активности, на какие месяцы приходится? Пиках активности приходится на май-июнь, первый пик активности. И второй пик – это август-сентябрь. Как будто бы остается июль, как будто не пиковый такой период, потому что нет фазы размножения у клещей. Но все равно они есть. Все равно случаи присасывания мы регистрируем и в июле месяце тоже. Если вот говорить о зонах города, пригорода, все-таки лес остается самым опасным в отношении клещей? Ну, конечно, да. Все-таки в лесу, когда человек ходит в лесу, там больше растительности, больше такая влажная, теплая микроклимата. Для клещей, конечно, это очень хорошо. Конечно, больше все-таки из лесу приносят клещей люди, но и также и в парковых зонах. И даже у нас были случаи, когда на остановках бывает присасывание клещей, когда трава не окошена, например. То есть в черте города мы тоже регистрируем укусы. Но больше все-таки в сельской местности и лес. Вот у нас есть хорошее видео, есть возможность провести такой мини-экскурс на тему внешнего вида клеща, потому что, как оказывается, многие путают клеща с лосиной мухой или с колопом. Давайте поговорим, что это, каковы размеры. Это очень маленький размер, где-то 3-5 миллиметров. Вот так он выглядит. Хочу сразу сказать, что вот действительно в такой позе, вот лапки вот так, вот он и сидит, и именно цепляется за одежду, за животного. Именно вот эта поза была показана. Некоторые считают, что они прыгают, летают. Нет, такого нет. Они сидят на травинке, на кустах, где-то высотой примерно до метра, до полутора метров, не выше, может быть, даже и ниже тоже, конечно. И вот именно цепляются, не прыгают, еще раз хочу сказать. Но порывы ветра могут их переносить. Поэтому еще раз делаю акцент, внимание, на окашивание травы. То есть если вы окосили свой участок, допустим, на даче, и это уже какой-то снижается риск присасывания клеща, найти его. Но задачей тоже, если есть высокая трава, и порыв ветра может перенести этого клеща. Поэтому как бы вот стоит задача за своей территорией тоже окашивать свою территорию, вот от травы, траву окашивать. Мы поговорим еще о мерах безопасности. Наверное, есть какие-то новые советы, новые, может быть, какие-то репелленты. А вот если говорить об опасных заболеваниях, о возбудителях, которые переносит клещ, что для нас актуально, для Клинского района Московской области? Значит, хочу сразу сказать и всех успокоить, потому что ассоциация у всех клещ – это клещевой энцефалит. На территории Клинского района клещевого энцефалита у нас в течение многого ряда лет не регистрируется. Не было ни в прошлом, ни позапрошлом, и в этом году тоже не было клещевого энцефалита. И кроме этого, центры генопедемиологии, они проводят обследование территории, и проводится сбор биологического материала на наличие возбудителей различных, которые переносят клещи. И возбудитель клещевого энцефалита не выявляется. Но на территории Клинского района и в биологическом материале, то есть в клещах имеется, и, к сожалению, регистрируется у нас так называемая болезнь лайма или боролиоз. Это другой вид возбудителя, это другое заболевание. Называется вот болезнь лайма или клещевой боролиоз. Я посмотрела статистику Московской области, и вот про Московскую область этой болезни уже в этом году 25 человек переболело. Какова статистика у нас в районе? Значит, у нас, например, в 2014 году было 14 случаев, в 2015-м 9 случаев, в 2015-м вот за этот период было... Ну, в 2015-м году было 2 случая, а в 2016-м, вот в этом году, пока не было ни одного случая регистрации болезни лайма. Но она у нас есть, и опасность заразиться, в общем-то, есть. У нас есть фотографии, которые демонстрируют последствия, первые признаки, да, наверное, этой болезни? Да, это первые признаки болезни лайма, легклещевая эритема так называется, мигрирующая эритема её называют. То есть она появляется в месте укуса? Тогда я сейчас коротко тогда скажу, да, вот укусил, допустим, клещ. Если он инфицирован боррелей, то в течение, вот после укуса, где-то в течение двух часов заражение может произойти. Если вот не снять вовремя клеща, если клещ инфицирован. А, то есть не в первый момент даже его укуса о cousin? Да, это не в первый укус, не в первый момент, да-да-да, не в первый момент. То есть вот я обращаю внимание на то, что как можно быстрее надо этого клеща снять. И когда вы гуляете в лесу, поэтому надо вот рекомендация такая существует, себя осматривать обязательно, и как можно быстрее этого клеща снять. Значит, в течение, именно что касается бролиоза, в течение, после укуса, в течение где-то 3-4 недель, надо обязательно за собой наблюдать, потому что вот такая клещевая эритема, она может появиться в этот период и даже позже, но может появиться даже и в момент укуса клеща. Она может появиться, вот укусил клещ, допустим, заражение произошло, и в этот же день тоже она может появиться. То есть очень большой такой диапазон времени, когда может появиться вот эта клещевая эритема, и её надо обязательно, ну, как бы себя за собой наблюдать. Она вот так вот выглядит, как бы такая округлая, немножечко светлее в серединке, а края более красные, и считается, что в этих краях как раз и концентрируется возбудитель. Вот может быть даже такое. Также поражается нервная система, может поражаться мышечная система, костная система, сердечно-сосудистая система может поражаться. И в зависимости от этого может быть и клиника, то есть может быть и головная боль, повышение температуры, мышечные боли. То есть любое недомогание, которое возникает, вот это первые симптомы, любое недомогание возникает, которое в течение месяца, полутора месяцев после укуса клеща, надо срочно обращаться к врачу. Максим Игоревич, приходится сталкиваться вот с этими признаками? Появлялись такие пациенты у вас? С признаками клещевого баррелеза у нас не было. Часто ли обращаются жители, приходят ли к вам с укусами клеща, приносят с собой? Приходят, они приходят в приемное отделение регулярно. Вот, по несколько человек, а то и десятков за сутки. Вот, соответственно, мы оказываем им помощь, удаляем эти клещи, обрабатываем эти ранки и даем дальнейшие рекомендации по лечению, наблюдению. Я хочу акцентировать внимание, то есть сегодня жители Клинского района или дачники, приехавшие, могут обратиться непосредственно в приемное отделение Клинской городской больницы, да, и с этим вопросом, с этой проблемой. Конечно. Какие рекомендации даете? Рекомендации – это наблюдение в течение двух-трех недель за своим состоянием, за температурой, не будет ли озноба, боли в мышцах, суставах, опять же за местными явлениями клещевого баррелиоза. Если они появляются, то, соответственно, необходимо обратиться к своему терапевту, вот, и он назначит должное лечение. Анатолий Михайлович, у меня к вам вопрос. А с животными к вам приходят тоже с клещами, задают вопросы, что делать вообще? Кстати, у нас более ранний пик наступил нападение клещей на животных. Это, как правило, на собак, только на собак. Он наступил где-то конец апреля и начало мая. Было очень много обращений. Но, к счастью, к счастью, что не каждый клещ инвазионный. То есть не каждый клещ способен заразить животного. Есть только те клещи заражают, которые инвазионные. И первые, значит, числа мая, естественно, у нас дежурные были, работали по 5-6 под капельницей. А это уже люди не обратили внимания на свое животное, на признаки. А уже когда совсем тяжело становится... Когда животное заболело. Когда животное заболело, то уже оно совершенно лежит, уже желтизна появляется, что моча как бы чуть ли не кровавая появляется у животного, то очень трудно лечить. А первые его признаки, первые, это угнетение, отказ от корма. Он вялый такой. И тут же сразу можно задуматься. Но, кстати, обитание клещей у нас не в лесополосе, а именно на травостое. Именно вот эти трава, которые чаще остаются осенью, под зиму, не скошено, потом выгуливают где-то... На обочине, на поляне. Обычно собаки, да, собак выгуливают в этих местах. И именно происходит это самое. Очень много случаев. Сейчас немножечко снизился этот пик, снизился. Он обычно идет у нас весна, осень. Очень-очень активность такая большая. Кстати, животное в этом году не было, вернее, в том году не было. А так у нас сторона, это значит у нас ямуга, спазоулок. И болеет крупнорогатый скот. Это имеется в виду коровы. Очень поражение системы крови и, так сказать, исход очень такой нехороший. Понятно, но животных-то домашних удается спасти. Да, есть меры профилактики, есть меры диагностики. Давайте о них поговорим. Что делают, что делать владельцам? А делать, прежде всего, прежде всего поставить стоиловое содержание. То, что не выпасать в это... Ну, кстати, на животных, на крупнорогатый, это лесополоса. А если мы говорим о домашних животных? О домашних животных. Это немедленно с любыми признаками обращаться сразу же к ветеринарному врачу. У нас клиника, вернее, у нас лаборатория аккредитована, аттестована. Кандидат ветеринарных наук ведет эту паразитологию. Стаж работы у ней 13-14 лет. Она очень профессионалка. Так определить нельзя. Берется капелька крови, мазок и в лабораторию. Буквально 20 минут диагноз готов. Да, животными проще. И животного. Тут же, тут же лечение у нас, тут же мы организовываем все. Самое главное, не запоздалый. Никогда не будет питомца, так сказать, исход плачевный. А если говорить совсем о глубокой профилактике, есть какие-то сегодня средства, которые предотвращают присасывание клещей? Это глубокая профилактика. Профилактика основывается на том, что существуют препараты. Препараты, которые, они, видя капелек таких, это сделано, на холку. Там, что животное не слезало в это время, и они как бы полтора-два месяца профилактируют. Но это не 100% это. А, понятно. Не дает гарантии 100%. Но, тем не менее, они действуют. И это нужно применять. Давайте поговорим, все-таки мы уже говорим о вариантах удаления. Вот у нас есть видео, и хотела бы я спросить, если все-таки случилось, клещ присосался до Клинской больницы, по каким-то причинам не доехать. Вот как удаляем, как извлечь клеща? Вот я попрошу сейчас нам, чтобы он тоже покажет. Нужно как можно раньше извлечь клеща, для того, чтобы не произошло инфицирование. Если клещ инфицирован, действительно, не каждый клещ инфицирован. Но здесь показано ниточкой. Ниточку как можно ниже, под хоботок. И вот так вот, постепенно подтягивая, можно вот так вот право-влево двигать, вот так постепенно и вытащить. Бывает вот такая ручка лосо, она называется ручка лосо, специально вот тоже так поддеть под хоботок, и тоже можно вынуть. И вот такой предмет я принесла. Давайте посмотрим. Я хотела вам показать. Да, это продается в ветеринарных... Во всяком случае, я купила, приобрела в ветеринарной аптеке. Вот такой, это называется, вот выкручиватель клещей, и там в инструкции написано для животных и людей. То есть это можно применять и для животных, и для людей. Здесь инструкция имеется, вот на обратной стороне имеется инструкция, все написано, как делать, что... Здесь вот два таких приборчика. Один поменьше, другой побольше. То есть изъятие клеща происходит таким образом тоже, значит, как можно ниже вот под хоботок, да. Постепенно вот так тоже немножечко вот так поворачивать. Против часовой стрелки или подчасовой? Это все равно. И вверх. Желательно против. Желательно против, да? У животных. Ну, значит, против желательно, да. Значит, вот так вот. И у меня получается как-то почасовой. Ну, вот так и вот, значит, вверх немножечко. Как бы сворачивать ему голову и вверх тянуть. Ну, получается так. Из своей практики скажу, наверное, раз в пять обнаружила клещи, но ни разу не удавалось его достать. Как следует. Всегда обрывается часть. Что нужно сделать? Ну, может остаться, да, вот эта головка может остаться. Головка там хоботок. Или хоботок, да, считается, что не надо этого сейчас пугаться, ковырять, не надо эту ранку. А в больницу удалят? Нет, эти головки мы оставляем по рекомендациям Роспатрика Тадзора. Вот, потому что если попытаться вытащить эту головку, то можно сделать дополнительные ворота для инфекции, уже другой. Ну, то есть будет ранка. Вот, поэтому мы не рекомендуем также удалять их. Мы просто прижигаем их двухпроцентным или пятипроцентным йодом, там один-два раза в сутки, и всё. И постепенно она сама уйдёт, как инородное тело из кожи. Понятно. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Слушаем ваш вопрос очень внимательно. Вот если я снял клеща, где можно проверить, заражён он или нет? Понятно, спасибо. Это у животного или у человека? Ну, давайте и то, и другое расскажем. Значит, клеща можно проверить в лабораториях. И в Тверской области есть лаборатория такая. К сожалению, в Клину нет таких лабораторий, где можно провести исследование клеща. Это или можно в Твери найти такую лабораторию, или в Московской области. У нас на сайте Клин-Здрав такая информация есть. Все адреса в этой лаборатории там у нас написаны. Можно посмотреть. В Тверской области это Центр геноэпидемиологии. В Тверской области нужно обратиться. И в Москве это тоже Центр геноэпидемиологии по Москве и по Московской области. Там есть лаборатории, где проводят исследование клеща. К сожалению, в Клину нет. Вот если говорить, все-таки есть народные поверения, народная мудрость, да, там, залить клеща подсолнечным маслом, смазать его вазелином. Нет, считается, что это делать не надо. Этого делать не надо. Надо просто вот вытащить. Я еще один метод не сказала. Если вот нет под рукой, ни такого приспособления, ни ниточки, ничего нет. Можно просто взять носовой платок, обернуть пальцы и пальцами вытащить. И тоже вот так же вот выкручивая, и немедленно тянуть вверх. Можно попробовать так. Вот такой метод еще изъятия клеща. Потому что не всегда под рукой бывает что-то. Тем более мы так понимаем, что чем раньше, тем лучше. Лучше этих двух часов, чтобы не прошло. Да, и надо ранку обработать каким-либо дезинфицирующим средством, любым, даже пусть одеколоном, там, спирт, водка, что будет, одеколон, вот это. И наложить мазь с антибиотиком. Потому что болезнь Лайма, про которую я сказала, она лечится очень, в общем-то, легко антибиотиками. Если вовремя начать лечение антибиотиками, она проходит совершенно без следа. И у нас были такие случаи, когда клеща исследовали, там он был инфицирован баррелиями, человек пролечился антибиотиками профилактически, и он не заразился. Это да. И вот мазью с антибиотиками, тетрациклиновая мазь, антибиотик тетрациклинового ряда, да, наложить. И это тоже уже будет считаться профилактикой именно заражения болезни Лайма. Анатолий Михайлович, вы хотели добавить по поводу исследований клеща. Но по поводу, во-первых, удаления клеща, вот у животных, кстати, это идёт спирт, водка, масло и духи, вот это да, нужно капнуть для того, чтобы ему, вот для животных, для облегчения его, чтобы его вытащить, чтобы его удалить, это обязательно делается. А исследовать клеща, это у нас в лаборатории. У нас в лаборатории, Клинская лаборатория, улица Дурманова, дом 20. Всех, да. У нас, кстати, и приносят, и исследуют. Можно я добавлю немножко всё-таки про масло, да? Почему масло нельзя? Вот клещ, когда он присасывается к человеку, он сначала впускает дозу обезболивающего средства. Почему мы не чувствуем присасывание клеща? А затем уже, когда он сосёт кровь, он его в слюну впускает в человека. И вот эта слюна, она именно инфицирована. Когда капает на него масло, он как бы задыхается, ему воздуха не хватает, стресс у него. Он впрыскивает слюну в большем количестве. То есть идёт больше инфицирования, возможно, вот больше инфицирования. Если клещ инфицирован, если клещ заражён, возможно, что выползает в каких-то случаях, ему воздуха не хватает, но вообще вот риск заражения тогда выше получается. Давайте перейдём к профилактике. Всё-таки хочется верить, что мы не допустим этих случаев, и нам не придётся обращаться ни в Клинскую городскую больницу, не использовать приборчики. Вот у нас есть видео о том, как одеваться правильно, как себя ввести в лесу, да? Да, первое, всё-таки самая главная профилактика, это когда вы собираетесь в лес или где-то гулять, где много травы и так далее, всё-таки надо правильно одеваться. Это сразу скажу, почему вот так надо одеваться, потому что клещ по своей физиологии, он ползёт только вверх. И если вы, допустим, брючину, некоторые люди говорят, я был в брюках, всё, а он меня укусил где-то там высоко на теле, потому что он заползает под брючину и ползёт только вверх, и ищет хорошее место. Клещ ползает по телу, ища это место где-то минут 20-30. Поэтому одна из рекомендаций – себя осматривать очень хорошо в лесу. И одеться надо так, чтобы вот верхнюю часть одежды заправить под брюки, рубашку под брюки, брюки в носки, как было показано, и уже в сапоге или в высокую обувь, чтобы была высокая обувь. Вот здесь показано, как рубашка должна быть заправлена. Плотные манжеты на руках, плотные манжеты. Лучше молния, потому что она более плотная. Головной убор, плотный воротник, обязательно головной убор. И, конечно, это применение репеллентов, то есть отпугивающих средств. Репелленты надо обязательно… Любых репеллентов. Любых, да, надо обязательно смотреть инструкцию, потому что не все средства можно на кожу наносить. Репеллентами обычно обрабатывается одежда. Вот здесь показано, как люди одеты. И, конечно же, клещи могут находиться на цветах, на грибах, на всех предметах, которые вы с собой взяли. То есть надо, придя домой или в лесу, где-то на поляне, можно посмотреть, все же стряхнуть хотя бы и пересмотреть, нет ли клеща. Это тоже важно. И дома тоже надо еще раз себя осмотреть, и все с собой принесенное. Ну вот тут как раз девочка увидела клеща, а что с ним делать? Увидели. Рекомендуется или жечь, или залить кипятком. А, ну, на природе… Дождить клеща ни в коем случае нельзя, потому что, может быть, на пальцах микротравмы, будете его давить, если клещ инфицирован, может произойти заражение. Вот так осматривать надо. Ну, вы упомянули, что клещ 20-30 минут ищет место, где присосаться, но какие у вас самые любимые места? Где такая мягкая, нежная кожа у человека, это подколинка места, подмышечные впадины, паховые складки, грудь, живот, шея. Вот тоже самое, тоже мягкое. Где вот такая нежная кожа, хорошее кровоснабжение. Ну, носистая часть голова в замужной области. Да, в замужную область, да. У телезрителя спрашивала о возможностях сдать в лабораторию. Вот я хотела уточнить, только живой клещ сдается в лабораторию или часть клеща какого-то? Нет, часть клеща тоже может быть дана, и мертвый клещ тоже может быть дан. Понятно. Мы проговорили сегодня, вспомнили энцефалит, болезнь Лайма, а вот другие заболевания существуют? Да, существуют еще другие заболевания. Мне кажется, что и люди, и животные тоже болеют этими заболеваниями. Анаплазмоз и релихиоз. Да, болеют и животные, и люди. Но хочу сразу сказать, что этими инфекциями от животных человек не заразится. Человек заразится только через укус клеща. Но у нас эти заболевания не регистрируются, очень редко. Очень редко регистрируются эти заболевания. Вот они тоже очень легко лечатся антибиотиками. И профилактическое лечение, обращение своевременное к врачу, профилактическое лечение антибиотиками, если не удалось исследовать клеща, профилактическое лечение, оно помогает избечь заражение. Еще хотела сразу добавить, если можно, то после укуса клеща через 2-3 недели можно пройти обследование, не раньше, чем через 2-3 недели после укуса клеща. Обследование на наличие антител к баррелиям, то есть произошло заражение или нет. Если вы почувствовали любое какое-то недомогание, то придя к врачу, вам будет назначено такой обследование. У нас есть специальные тест-системы, которые покажут, произошло заражение баррелиозом или нет. Вот какова процедура? Человек приходит к своему терапевту и говорит, что укусил клещ, есть недомогание, хотим провериться. Да, но еще раз скажу, что кровь встается не раньше, чем через 2-3 недели, потому что эти специфические антитела, они появляются в этот период. Если раньше сдать кровь, можно просто этого не увидеть. Особенная для нас тема – это дети. Здесь какой алгоритм действий для родителей? Мы с тех рекомендуем, чтобы обращались к врачу-инфекционисту в детской поликлинике. Сразу? Да, и там назначается и профилактическое обследование, и профилактическое лечение врачом-инфекционистом. И у нас тоже, если в любое недомогание появилось, или вот эта мигрирующая ритема, она, кстати, может быть, почему называется мигрирующая ритема, то через, если человек заболел, через некоторое время она может появиться на другом участке тела, не только в месте укуса, а, допустим, на другом участке тела, но только менее яркая, может быть, менее выраженная она такая. Она может быть, приобретать больших размеров. Я однажды видела на все бедро такая ритема была. Вот. То есть надо обратиться к врачу-инфекционисту уже. Это в инфекционном отделении города Высоковска. Если человек однажды был инфицирован, это может быть повторное инфицирование там энцефалитом или лаймом? Остается иммунитет. Говоря об иммунитете, сразу вспоминаем о прививках. Это возможно и для кого? Да, значит, вакцинация против болезни лайма, к сожалению, не существует, а против клещевого энцефалита вакцинация существует. По приказу мы должны вакцинировать людей, которые проживают на эндемичной территории по клещевому энцефалиту, то есть территории опасны по клещевому энцефалиту. Клинский район такой территории не является, и люди, которые проживают у нас на территории, не подлежат этой вакцинации. И сразу хочу сказать, что иногда люди тоже обращаются к врачам, вот клещ присосался, введите мне, допустим, иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Это тоже не надо делать, если клещ присосался у нас на территории района, потому что клещевого энцефалита у нас нет. Ну давайте еще поговорим еще об одной теме бешенства. Это тема, каждый сезон у нас нисходит с новостных лен в Московской области. Что надо знать сегодня о бешенстве? Вот какова у нас ситуация, Анатолий Михайлович? Ну, прежде всего, если говорить о статистике, нужно коротенько сказать, что такое бешенство. Бешенство – это острая вирусная болезнь животных и человека, которая характеризуется клинически поражением нервной системы. И самое то, что? Это обладает абсолютной летальностью, то есть смертностью. Лечения для животных нет. Ну и для человека. Ну это скажут уже. Ну, наиболее тяжелое заболевание, которое передается от животных человеку, потому что не существует больше самой, то есть тяжелее болезни. Ну, коротенько проявление. Как оно проявляется? У животных. У животных. Естественно, у животных. Прежде всего, меняется в корне поведение животного. Оно может быть агрессивным, оно может быть очень ласковым, оно может быть бояться забиваться в какой-то темный угол и находиться там, в этом месте. Если признаки у собаки при агрессивной форме, то наблюдаются такие признаки. Появляется вначале беспокойство, потом хриплый лай, в темное место, хотеть оно буквально забиться, снижается аппетит. Это и самое главное извращение аппетита. То есть она может предметы нехарактерные, которые она кушает, может кусать и это самое. Дальше уже появление слюнотечения, дальше выпадение там языка, далее потом уже признаки такие появляются, идет уже паралич глотания, она не может уже ничего, ни воду пить. Картина разворачивается, да? Да, картина. А в этом году фиксировались случаи? Значит, в этом году у нас было два случая всего. Вот-вот буквально, буквально недавно. Это был один случай, это лиса, которая покусала, это у нас Решетникова, это населенный пункт, она покусала собак, пришла именно в населенный пункт. А второй случай, Сытникова, это енотовидная собака. Вот если появились симптомы, что делать хозяину? Ну, во-первых, симптомы, они появляются у животных, у животных. Симптомы появляются при тех случаях, если имелся контакт, как правило, дикого животного с домашним животным. Первые признаки, симптомы, мы уже оговорили, какие там отклонения от нормы, а теперь говорим, что делать. Прежде всего, если животное покусало человека. Обязательно хозяин этой животного, если, я пока домашнего говорю, собака или кошка, должен сообщить свой адрес тому, которого, который пострадал человек. Если покусало домашнее животное, постороннего человека? Да, домашнее животное. Мы начинаем с домашнего животного. Это следовательно. Обязан он обратиться, уже покусавший, к медикам, а вот этот к ветеринарам. И мы смотрим, животное изолируется, постоянно 10 дней под контролем находится. Обязательно именно 10 дней. То есть, допустим, это какие-то смазанные признаки, да? Любые смазанные признаки. Даже нет и признаков, если покусало. Обязательно выполнять те, что изолировать, что это потому, что кусают. Они бывают, что, а как правило, если находятся на даче или животное отсутствовало, особенно кошки, на даче где-то день-два пропадало, это уже настораживающий признак очень такой. Это первое. Если, значит, покусало дикое животное, покусало собаку. Как вы сейчас сказали, да. Как и было, у нас лиса покусала собак. Следовательно, немедленно нужно обратиться к нам, в ветеринарную клинику. Это на улице Дурманово. Мы осматриваем собаку, она не, имеется в виду, не усыпляется, а первые дни лечится. Да, лечится. Доза вакцины, да, и всё. И её наблюдают 10 дней. То же самое. Но теперь, если покусало домашнее дикую, дикую, и вдруг исчезла. Ну, нету дикой её, обязательно обратиться тоже нужно в ветеринарную клинику. Мы берём на контроль, её, за ней наблюдаем 10 дней. Если никаких признаков отклонения нет, следовательно, в её слюне нет. И она не опасна. Вот каждый год говорим о бешенстве. Это стабильная, существующая болезнь в природе, которую мы никак не можем на неё повлиять, никак не можем истребить? Очень сложно. Очень сложно это сделать. Потому что особенно сейчас, после 90-го года, она прогрессирует. В связи с чем? В связи с тем, что земли стали обрабатываться плохо. Очень много мышевидных грузунов. А Клинский район отличается ещё тем, что у нас рядом находится заповедник. Хотя там в Завидовском заповеднике высочайше поставлены вопросы борьбы с болезнями, особенно и с дикими животными, численность их и так далее. Но у нас ещё рыбхоз, куда доступ никому не доступен туда, а там животные находятся, и они более-менее размножаются там и больше. Они недоступны ни отстрелам, ничего. Вот оно что. И плюс мышевидные грузыны. То есть мыши тоже переносчики? Переносчики. Понятно. То есть вот этот круговорот, его не остановить? Он останавливается. Он останавливается в дикой природе вакцинацией. В том числе? В том числе вакцинацией. Если уж говорить о том, что в этом году новшество произошло в Клинском районе, мы с самолёта разбросали 2000 доз вакцины. Самолёта. С какой-то подкормкой? Да. Мы совместно с Солнечногородским районом это сделали. Ждём результатов, да? Да. Но результаты должны не быть. Они поедают, и иммунизация происходит. То есть меньше будет заболевать. Вот вы уже сказали о профилактике. Домашние животные. Насколько у нас жители охотно привоевали своих питомцев? Прошла ли прививочная кампания? Сколько бригад работало? И сейчас можно ли это ещё сделать? Значит, у нас был месячник. Он не только у нас. Течение всего месяца. Месяца с 1 мая по 30 мая. Месячник. Но независимо от месячника, мы ежегодно, начиная с майских вот этих праздников, выезжаем и делаем 4 бригады у нас были организованы и прививки. Вначале город Клин, потом город Высоковск и теперь весь район. Значит, буквально за этот период было вакцинировано кошек 1286, а собак 1645. Это вот в течение месяца. Но этого достаточно, как вы считаете? Это очень мало. Маленькая доза, да? Мы просто, конечно, удивляемся, бесплатно делали, выезжали. И как-то всё-таки люди не очень-то. Мы надеялись, что больше массово. Не только мы, так сказать, вот где в этих самых сельских кругах, в центральных усадьбах, мы по деревням ездили. По деревням ездили. Ну, что-то маловато. Но на сегодня мы продлили на 2 часа работу ветеринарной станции. Она работает с 9 до 19. Вот. В любое время можно привить. Плюс суббота работает также до 19. В любое время привить с утра до вот этого времени. Любое время. Максим Игоревич, вот Вы сталкиваетесь с укусами животных? Приходят пациенты, вот о клещах мы уже поняли, что обращений много, да? Вот эта проблема существует? Регулярно. За 5 месяцев текущего года в травмпункт Клинской городской больницы обратилось 233 человека по поводу укусов и контактов с животными, с теми или иными. В том числе из них 3 человека, которые проконтактировались с дикими животными. Вот. Соответственно, им была оказана медицинская помощь, в том числе и вакцинация. Вот. И назначено лечение. Хотелось бы также отметить и объяснить, как правильно людям обрабатывать раны на месте, то есть по возможности. Значит, необходимо эти раны промыть проточной водой с мылом, вот, хорошенько. Не важно, какое мыло будет абсолютно. Края раны обработать либо спиртом, водкой, если есть под рукой, да, йодом. Только края раны. И наложить сухую повязку. Она может быть там стерильная, может быть не стерильная. Конечно, лучше стерильная по возможности. Вот. Чтобы закрыть. Вот. И, соответственно, незамедлительно обратиться в травмпункт, где им будет оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь. Но меня вот удивляет, например, вы сказали, три случая диких животных в отпусках. Это какие животные, это кто, взрослые или дети? Мне очень объяснило, зачем же с дикими животными люди общаются? Это могут быть как взрослые, так и дети. Вот. Всем хочется погладить ёжика, например, да, который также может укусить этого человека. Был случай даже, мужчина решил погладить инотовидную собаку в лесу, вот. Как собака подалась. Контакты. Вот тоже лисы. Мы говорили о том, что лисы, да, могут приходить в дома в частные, да, и, соответственно, кто-то их может, допустим, сам убить, и вот тоже трогают этих животных, не задумываясь, а потом идут к нам. А случаи бешенства, подтверждённые, обращившиеся к вам пациентам, такие? Не дай бог, не дай бог. Бешенство – это смертельное заболевание для человека, вот. Его невозможно вылечить, его можно только предотвратить. Опять же, делайте самые прививки, о которых мы с вами говорим. О прививках до укуса или сразу после? Нет, о прививках после. Существует определённый контингент лиц, вот, которые прививаются профилактически. Это сотрудники лесхозов, то есть те, которые имеют непосредственный контакт с дикими животными, вот. А здесь мы говорим именно о лечебно-профилактической вакцинации, то есть после контакта с животными, и укусов. Вот этот период после укуса, когда время не должно быть упущено, в этом случае сколько? Как можно раньше необходимо назначать антирабическую помощь, то есть вакцинацию. Ну что, это сутки, час? По возможности незамедлительно обратиться, вот, конечно, панику поднимать не надо, вот, существуют сейчас вакцины, вот, антирабический многоблин, который вводится до седьмых суток, вот, с момента получения травмы. Вот, а сама вакцина при неопасных укусах, она делается вне зависимости от даты укуса. То есть это может быть человек, например, месяц назад был укушен, и все равно ему назначается антирабическая помощь вакцины. Раньше мы помним, что это были десятки уколов, а сейчас как лечение схемы выглядит? В следующий момент всего шесть прививок, вот, они делаются по определенной схеме, нулевой, третий, седьмой, тридцатый, нулевой, третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый дни, то есть они рассчитаны на три месяца. Но чаще вот дети с укусами или взрослые, или... Сложно сказать, и взрослые дети... На чье поведение в большей степени нужно обратить внимание? Все-таки взрослых, чтобы они и за собой следили? И за собой тоже, и за детьми, конечно, объяснить, чтобы они не трогали бездомных, бродячих животных, да, не проявляли им какую-то ласку на улице, не подходили к диким животным, не контактировали. Вот у меня, кстати, вопрос, Анатолий Михайлович, правила вы, наверное, какие-то распространяете, как безопасно себя вести в лесу, как общаться с животными для детей? Да, да, да. Есть какой-то набор, вот, обязательно того, что родители должны объяснить своим детям. Обязательно. Ну, здесь уже сказано, что не только болеют бешенством лисы, еноты, но болеют лоси, косули, кабаны. Но это ничего. А самое-то главное, о котором они знают, что это хорьки, белки, ежи, мыши, крысы, ну и наши питомцы, собаки, кошки. Об этом должны обязательно знать. Ну, время наступает, кто на дачу едет, кто в лес идет, кто, значит, деревню хотеть отдохнуть там, они должны, дети обязательно должны знать правила. Как правило, если трогать и брать животных, диких, это совершенно нельзя. Оно не может по своей сущности природе, так сказать, находить и подходить, это уже настораживает, это уже больное животное, это нельзя. Также гладить бездомных, бродячих животных тоже это очень опасно. В связи с тем, что бродячие животные в поисках корма, они общаются с дикой фауной и даже с грузунами, они бывают. И вот именно они могут заразиться. А если дети, дети к ним подходят бездомным, ну и погладить его безобидно, как бы, это очень опасно и может заразиться. Далее, если, конечно, покусали, ну, скажем, собака кого-то или кошечка оцарапала, либо куснула, либо покусала, немедленно должен ребенок сообщить родителям и этих животных, животных, чтобы нам, либо мы выезжаем, смотрим их под наблюдением, берем на контроль в обязательном порядке. А в этих случаях немедленно, независимо от чего, обратиться к медикам. Ну и свои домашние животные, нужно поведение их смотреть, чтобы дети, как правило, они больше видят. И самое-то главное, чтобы детям напомнить, что вот они напомнили папам, мамам, что обязательно для того, чтобы их питомцы были и остались у себя дома, любимые питомцы, и они не могли заболеть, и не могли заразить себя и своих близких, их нужно обязательно вакцинировать. Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при поездке на Байкал необходима ли профилактическая прививка? Спасибо. На Байкал человек собирается. Ленгсин, что вы думаете? Против клещевого энцефалита? Мне кажется, это эндомичная территория. Я вот хотела добавить, что мы прививаем тех людей, которые уже проживают на эндомичной территории, которые выживают на длительное время на эту территорию. Что касается адресов, тоже вы упоминали, что куда-то можно обратиться для того, чтобы делать прививку. Тоже у вас на сайте искать? Да, но в принципе, конечно, мы прививаем людей против клещевого энцефалита именно та категория, которая подлежит вакцинации. Вакцина у нас будет чуть позже. Сейчас пока вакцина уже у нас использована. Мы привили тех людей, которые по роду своей профессии выезжают на территорию эндомичную по клещевому энцефалиту. А вообще территории эндомичные можно посмотреть в интернете. Эндомичная территория посмотреть в интернете. Байкал, мне кажется, эндомичная территория. Но я могу, наверное, ошибиться. Давайте еще раз назовем адрес вашего сайта. Наш сайт clean-здрав.ru. Clean-здрав.ru. Давайте послушаем еще телезрители. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Слушаю. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот интересует такой вопрос. А где можно помыть кота? Он у нас уличный и белый. Куда мы обращались, всегда говорят, что у них только холодная вода. Но он мыться дома не хочет, потому что он кусается и царапается. То есть вы хотели бы, чтобы ветеринар при этом присутствовал? Ну да. Неожиданный вопрос. Где помыть белого кота? Кстати, особенно кошки, они очень боятся воды. И очень боятся для того, когда хотят ее помыть или что-то сделать. Как правило, она не допускает никогда здоровые животные, всегда моет сама. То есть кошечка себе всегда обихаживает и ухаживает. Но помыть, если надо, мы помоем. В любое время на ветеринарной станции улица Дурманова, дом 20. Обязательно с шампунями, со всеми. Как нам телевизору разрядили острую обстановку в связи с болезнями. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, что я хотела бы к вашим гостям обратиться? Да, пожалуйста. Сколько было вопросов. Так они грамотно и доходчиво все рассказали, все объяснили. У меня вопросов не осталось. Я просто хочу поблагодарить их. Мне так они все приятны, так все понятны. Да, дай Бог им здоровья и оставаться с такими прекрасными докторами. Спасибо вам. Спасибо вам за все пожелания. Давайте перейдем к еще одной теме. Мы сегодня поговорили о клещах и о бешенстве. Форумы, в общем, пестрят сообщениями о том, что то там, то здесь видели змею и укусило кого-то. Правда ли? Какова у нас ситуация? Да, Тиканский район тоже этим страдает. Можно так сказать, что змеи у нас есть. У нас гадюка. Я не знаю, как правильно называется. Обыкновенная или черная гадюка, наверное, черная гадюка. Черная гадюка. И, к сожалению, укусы гадюками тоже у нас есть. В прошлом году, за 15-й год, у нас было зарегистрировано обращение. Шесть случаев с такими укусами. Все люди обратились к нам своевременно, получили медицинскую помощь. Помощь оказывается в Клинской городской больнице. То есть приезжать надо в приемный покой. В Клинской городской больнице. В этом году уже четыре случая. Вот лето только начинается. Уже четыре случая укуса гадюкой. Значит, основные такие места, где происходят укусы, это у нас ежегодно повторяется. Это в стороне Ямлоке, Спаза, Улок, Решетниково, Слобода. Правда, один человек был доставлен, он приехал сам. Вот исходни, например. То есть по всей Московской области, в принципе, эта змея обитает. И укусы есть и в других районах тоже. Но у нас вот очень часто. У нас есть звонок от телезрителей. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я вас беспокою из Акулской Слободы. Спасибо. У вас хорошая очень передача. И вот также у меня есть дача в деревне Головково, где Завидова. Ну, вот в всех краях. Вот у нас, конечно, змей там есть. И змей много. Я сама лично давлю их ногой. Ну, вот скажите, пожалуйста. Отважно. У меня ребенок маленький, трехлетний. Я боюсь. Вот она ходит по участку. Вдруг вот что-то. Она не понимает, что это змея. Я там отвлекусь, не успею объяснить ей. Что делать, если змея укусит ребенка или хуже того собака у меня еще есть? Что делать? Максим Игоревич, к вам вопрос в первую очередь. Значит, в первую очередь необходимо постараться после укуса выдавить из ранки. Максимально возможно, да? Если попал туда яд. Значит, необходимо приложить холод к этому месту, к укусу. Необходимо наложить повязку. Вот. Перед этим обработать спиртом края ранки. Ну, есть разница между повязкой и жгутом, да? Жгут ни в коем случае нельзя накладывать при укусах змей. Вот. Обязательно обычную простую повязку. Значит, желательно уложить этого пациента, потому что может и давление упасть, и все. И вообще, наверное, двигаться поменьше, да? Да, двигаться поменьше. Можно даже обездвижить поврежденную конечность, вот, для того, чтобы меньше усиливался кровоток. И, соответственно, всасывание происходило гораздо меньше. Вот. И по возможности также выпить антигистаминный препарат. Это тот же супрастин, это вигил, все, что у вас там есть в вашей домашней аптечке. И незамедлительно обратиться к врачу. Вот. Ни в коем случае никаких жгутов, ни отсасывания яда, ни прижигания этих ранок делать нельзя. Как быстро надо приехать? Тоже вот всегда мы говорим, как золотой час, золотое время. Как можно скорее. Вот сделали все необходимое на месте, да? О том, о чем мы говорили. И незамедлительно обратиться в приемное отделение. Дальше как доктор будет действовать на месте уже в больнице? Дальше этот пациент по состоянию будет госпитализирован либо в терапевтическое отделение, где ему будет введена сыворотка, либо в реанимации. Введение сыворотки проводится в реанимационном отделении, а затем терапевт переводится уже смотря по клинике, в терапию или в кардиологию, если что-то там пострадалось. А может быть ложная тревога? Может быть негодюка, а какая-то другая змея? Там же может быть не смертельная? Да? Не такой опасный. Бывает, бывает. Бывают такие случаи? Я не знаю. Понятно. Посмемные. Ну, в общем, проблемы у нас это есть. Опять же, мы обращаемся в Клинскую городскую больницу, да? Да, да, да. Да, да. Да, именно первое самое лечение в лечебном учреждении это введение противогадючной сыворотки. Сыворотки, вернее, против ядогадюки, так и называется. Это самое основное лечение. Все у нас в наличии, все доступно. Да, да, да. Да? И я хотела бы вот еще можно, если добавить, значит, пациентам, таким людям, вернее, укушенным гадюкам, еще важно тоже больше пить жидкости, чтобы как можно меньше было интоксикации, чтобы яд как бы разбавлялся. То есть больше пить жидкости. И если вот участок, где ребенок гуляет, надо следить за этим участком. Вот я уже говорила про окашивание травы. Допустим, никакого, чтобы мусора, хлама не было, как можно, сухих веток, дрова, вот там, где дрова, тоже они там часто бывают. То есть как бы вот за этим следить. То есть должно быть чистой территорией. За территорией, да, за территорией, вот там, где бывает. Без всяких потайных мест. Да, вот они там любят прятаться, и, конечно, они любят греться на каких-то пригорчиках. Ну, на пригорчиках их видно. А вот, допустим, бывают такие укусы, когда переберят дрова, например, и оттуда может уже произойти укус. У нас укусы бывают и в руку, и в ногу. Ну, и, наверное, давить их, наверное, все-таки опасно. Ногу, да, опасно, конечно, да. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Да. Постойте, пожалуйста, мы живем в деревне Борщева. Мы приобрели в аптеке, ветоаптеке, лекарство, обешенство комплексное. Приехали на Дуриманово 20, попросили врача, чтобы она как бы зафиксировала. Мы с бутылочками, ну как, все как положено. И нам там отказали. Сказали, едьте в аптеку, пускай вам там ставят штамп. Понятно. Вообще принимаете такие формы? Принимаем, если есть этикетка, если то, что как вот именно нужно требовать, когда вам делают эту вакцину, обязательно, чтобы вам с флакончика снимали этикетку, и именно что за серия, что за вакцина, какая она комплекса, и точно ли там бешенство. Тогда все это нормально. Тогда принимаем. Но, как правило, когда если выезжают с животным, как только выедет животное, необходимо животное прививать за два месяца до выезда. Это имеется в виду за границу, либо СНГ, страны СНГ. Вот такое правило. И вакцина комплексная действует в том случае, когда будет этикетка наклеена, роспись врача, кто вам делал, обязательно. Либо справочку у него берите, но с этикеточкой, либо паспорт для животного. Они существуют, и сейчас практически везде паспорт для животного ведется. У нас осталось практически очень-очень мало времени. Я хотела упомянуть обязательно летние травмы. Вот буквально, если можно, по диагонали, что самые типичные, какие самые типичные случаи у нас, чего больше всего нужно опасаться. И, конечно, главный наш сезон беспокойства – это дети. С чем сталкиваемся? С чем вы сталкиваетесь? Значит, в связи с хорошей погодой на улице активизируются и дети, и взрослые. В том числе и дачный сезон у нас начался, и какое-то частное строительство. Во-первых, это неправильное обращение со стройинструментами. Получают травмы дети. Дети на детских площадках получают, лазя по деревьям, бегая на самокатах, скутерах, на велосипедах. Получают травмы как верхних, так и нижних конечностей, и не только. И очень много у нас регистрируется в летние месяцы переломов со смещением. Вот, что можно отметить. Что еще сказать? На воде. На воде. Значит, хотелось бы также сказать о безопасном поведении на водоемах. Во-первых, необходимо купаться только в трезвом состоянии. Вот, ни в коем случае выпивши. Нельзя кататься на каком-то там своем частном водном транспорте вблизи купания людей. Вот. Необходимо купаться только в строго отведенных для этого местах. Вот, в Клинском районе. Запрещается прыгать в воду с каких-то пригорков, с мостов. Потому что неизвестно, что может находиться под толщей воды. Вот, это может быть и металл какой-нибудь, да, это может быть и мель. Вот, поэтому с этим тоже могут быть связаны травмы летом. Вот. Обязательно следить за детьми. То есть дети должны купаться только под присмотром взрослых. Понятно, да. Это все как будто бы простые правила, но о которых мы не забываем. И приходится их повторять из года в год, потому что статистика у травматологов растет и растет. Уважаемые телевизорители, спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы хотели вас не только предупредить, но и вооружить. Надеемся, что всю сегодняшнюю информацию вы усвоили. Если что-то не услышали, пересмотрите наши эфиры на сайте ТНТ «Поиск». До новых встреч. Всего доброго.